всем доброе утро и сегодня я уже наконец нахожусь за городом и начинаю снимать свой влог из жизни одной скажем или как это еще можно назвать я говорила в прошлых видео что я хочу поехать на квартиру одна чтобы перезагрузиться по максимуму так что дня 4 мы с вами просто будем ничего не делать в основном вот и все чтобы максимально отдохнуть мне кажется я покажу вам только сегодняшний день потому что в следующие дни я планирую вообще особо не брать в руки телефона чисто читать чтобы не заходить во все соцсети и так далее разве что только выставлю видео во вторник потому что она у меня уже готова примерно все так у нас будет происходить сегодня самого утра я уже была здесь так что я успела уже поделать некоторые дела сделать несколько фоток видео в тикток в инстаграм и так далее я успела здесь убраться только мне будет удобно и вообще в целом сегодня не планирую ничего готовить потому что я уже купила депиться ребята это вот просто было мне кажется моя ошибка потому что моя кожа скажет пока серьезно сегодня не планирую по крайней мере ничего готовить так что будем сегодня чисто отдыхать вот и все и вот просто невероятная кофточка томих и фигель я ее так сильно люблю довольно таки жарко на улице хотя и дожди и пасмурно но все же я не могла ее не взять потому что мне кажется она идеальная вот и все так что гулять наверное вечерком буду в ней так что примерно так у нас все получается а сейчас погнали есть пиццу и немного почитаем а Кажется, сегодня мне будет плохо от всего этого, но зато, знаете, чисто чтобы почитать и поесть пиццу, это вот просто шикарно, мне кажется, как для первого дня каникул, и чтобы просто максимально отдохнуть и как-то побаловать себя вкусной едой, это тоже всё классно, так что всё приветствуется. Сюда я взяла новую книжку от Ремарка «Приют грёз», она очень классная, и многие её советуют, так что в целом я её давно ещё хотела прочитать, и вот только сейчас дожгли руки, так что сегодня уже буду начинать, здесь где-то 220 страниц, я довольно-таки быстро её прочитаю, ну и плюс Ремарк — это просто моя любовь. К каникулу я ещё хочу прочитать какую-то книжку Агаты Кристи и Джей Ностин, или вот что-то в таком роде, но я надеюсь, что хотя бы эту книжку прочитаю довольно-таки быстро, потому что сейчас у меня какой-то вообще ничтун, так что нужно потихонечку это исправлять. Сейчас я хочу сделать такое небольшое спа и принять ванну. Мне кажется, залог самого хорошего дня отдыха, чтобы просто отдохнуть, принять ванну, намазаться всякими кремами, масочками и так далее, поэтому сейчас мы с вами это будем делать и, в общем-то, просто отдыхать и набираться сил. Ну что ж, я только что приняла ванну, я вам быстренько покажу, какие продукты я использовала, потому что, мне кажется, в таких видео я это рассказываю и показываю постоянно, и поэтому давайте не будем делать исключений. Этот дуэт просто, мне кажется, лучший на все времена. Гель для душа и лосьон от Виктории Сикрет, запах ванила. Это запах ванили и кашемира, очень такой сладкий, очень приятный, но мне нравится то, что сначала он немного бритерный, а потом уже развеивается, и на самом деле это просто, ну, вау, вот и всё. Очень их люблю и использую их постоянно. Геля хватает на очень долгое время, а лосьон тоже просто невероятного запаха, и у меня он с шиммером, так что остаются ещё приятные блёсточки. А я такое люблю, знаете, мне иногда кажется, что я прям какая-то сорока, мне нравится, когда всё-всё блестит везде, так что лосьон тоже моя любовь на данный момент. И знаете, лосьонный запах, не могу сказать, что прям очень приторный, допустим, как у Миста, потому что он как-то быстро расходится, что ли, и пахнет просто так вкусно ванили на приятно, но не приторно. Так что могу его советовать, и он реально безумно вкусно пахнет, использую даже летом, потому что пахнет он реально непрямо навязчиво. Также я утром использовала свой любимый роллер, это вот просто моя находка, мне кажется. Перед покупкой я думала, что я его покупаю чисто для красивых фоточек в Инстаграм и всё, но на самом деле это реально очень классная вещица, чтобы избавиться от отёков. Штучка справляется просто на ура. После умывания наношу просто спрей тонизирующий от Марио Бодеско, потом я наношу сыворотку с нецинамидом и цинком от The Ordinary и крем увлажняющий тоже от The Ordinary. И дальше я прохожусь этим роллером по массажным линиям буквально 3-5 минут, и это просто вау, вот и всё. Во-первых, реально состояние такое прям расслабленное после массажа будто, а во-вторых, ну это просто отдельное удовольствие. Смотрите на эту красоту. Я покупала от Кика, если честно, он просто безумно классный. Хотя, если честно, иногда мне лень его использовать, и я его использую не прям каждый день, потому что или могу спешить куда-то, или же просто лень. Так что нужно эту штучку тоже возобновлять в свой утренний, да и вечерний уход, потому что вещица реально очень приятная. Также я взяла с собой маску от P.E.O. Я специально взяла роллер и маску, чтобы это всё взаимодействовать и чтобы получился хороший эффект. Вот. Я эту маску ещё по её ни разу не пробовала, хотя уже много раз её показывала. Но как-то у меня всё не доходили руки. Я пробовала маску от P.E.O. тканевую маслом авокадо, и мне очень понравилось. Она прям такого хорошего качества. Потом лицо очень напитанное, увлажнённое и будто сияет изнутри. Есть очень большие ставки на эту маску. Так что я уже показала вам роллер, я показываю вам маску, и, наверное, вечерком я себе сделаю при просмотре Крика, конечно же. Потому что прошлое видео показывало, что я ходила с подружками на шестую часть Крика. Прошла пересмотреть все фильмы, так что уже два я посмотрела. И вот мне сегодня хочется ещё посмотреть третью часть. Так что сделаю масочку, посмотрю фильм, и будет всё очень круто. Завтра выберусь погулять в центр, и, опять же, обратно сюда приеду. Я, конечно же, не могу не порекомендовать вам подписаться на мой Инстаграм и Телеграм, потому что там я появляюсь гораздо чаще. И там я показываю просто свой каждый-каждый день, как я его прохожу, музыку я слушаю, вообще все свои такие разные мелочи. Так что ссылочки будут внизу в описании, и мне будет безумно приятно, если вы подпишетесь. Кажется, влог можно заканчивать. Также, возможно, я вечером пойду немного погуляю. Чтобы развеяться, и буду уже отдыхать. Нервы провести прям очень расслабленно, скажем. Я хочу, опять же, посмотреть часть Квика и как-то немножечко отдохнуть. Также я не доела пиццу, так что, мне кажется, это будет просто идеально. Также я хочу делать масочку с роллером и так далее. Делать весь свой вечерний уход. И также я хочу немного почитать. Здесь мне нужно учить немного историю, потому что после каникул мне нужно уже сдавать тему. И вот как-то все так получается. Я еще думала на каникулах сдать, а потом поняла, что я хочу больше отдыхать, и чтобы больше как-то набраться энергии. А потом уже с новыми силами приступать за учебу, потому что останется совсем немного, и будут уже летние каникулы. Вот. Так что это не может не радовать, конечно. Я просто решила дать себе время максимально отдохнуть. А с уроками я уже разберусь как-то потом. Мне безумно приятно, что вы привели этот день вместе со мной и послушали все мои разговоры. Я вам желаю хороших каникул, хорошо провести время, с хорошим настроением. И в целом, чтобы все отдохнули. Мне кажется, я это говорю просто уже в каждом видео. Мне кажется, это очень важно. Всех безумно люблю. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok